В Крае будут развивать безналичный расчет. Планируется, что карта МИР станет ключом от всех социальных услуг. К первому сентября в Сочи откроются два новых школьных корпуса. Для еще одной школы в этом году найдут подрядчика. Об этом стало известно на рабочем совещании главы курорта. Классический ремонт и патриотическое граффити. Сочинские студенты решили сделать полезный подарок обществу ветеранов. Неделю в Сочи будут звучать патриотические песни. Стартует конкурс армейской песни за веру, за отчизну, за любовь. В Крае будут развивать безналичный расчет. Планируется, что карта МИР станет своеобразным ключом от всех социальных услуг. Об этом говорили в Краснодаре. Вениамин Кондратьев встретился с гендиректором национальной системы платежных карт Владимиром Комлевым. В обсуждении также приняли участие вице-губернатор Игорь Галась, начальник Южного главного управления Банка России Евгений Эберинс и руководители профильных краевых ведомств. Кубань занимает третье место в стране по численности населения. В регионе активно развивается банковская сфера. Все получатели соцвыплат, работники бюджетной сферы и госучреждений, а также студенты уже перешли на карты МИР. Однако для удобства жителей края, по мнению губернатора, необходимо внедрять дополнительные функции, чтобы карта стала более универсальной в использовании. «Сегодня у нас карта МИР является картой пока еще не настолько многофункциональной, как можно было бы об этом говорить, потому что мы бы хотели, чтобы она была и социальной, и медицинской, и картой клиента, как пример. С огромным набором электронных сервисов. Вот это очень важно. То есть это вот те удобства, которые будут обеспечивать конкурентное преимущество, в первую очередь, национальной платежной системе, ну и, конечно, карте МИР. Комфорт навязать невозможно. Его нужно создать. И если говорить о карте МИР, не только как платежной карте, а как карте удобной для жизни, то здесь, в первую очередь, вот этот комфорт мы тоже должны создать для людей, и не только в городской среде, но и в станицах, а может даже в отдаленных хуторах и селах. Вот это стратегическая сегодня задача. Она должна быть желанной, эта карта, понимаете, потому что, еще раз подчеркиваю, она позволяет людям комфортно себя чувствовать. Ее можно использовать при проезде, в любом виде транспорта. И иные способы, в том числе, я уже говорил, социальная карта, медицинская, карта сотрудника. Можно намного еще сделать универсальной. Это вот те, это начинка из электронных сервисов, которые могут быть в этой карте. Действительно, платежная система МИР, она развивается достаточно быстро, и мы с большим, скажем так, удовлетворением отмечаем наше взаимодействие и на уровне Краснодарского края. Здесь уже почти 2 миллиона карт МИР выданы жителям, а это почти, ну, практически 40 процентов от всего населения Краснодарского края. Это действительно большие цифры. И Краснодарский край, как и во всех остальных областях, он здесь находится среди явных лидеров по проникновению вообще платежных современных сервисов, по доступности финансовых услуг. В прошлом году в Кубанском госуниверситете успешно стартовала многофункциональная карта студента на базе платежной системы МИР. Для учащихся она стала пропуском в ВУЗ и библиотеку. Кроме того, на нее поступает стипендия, картой даже можно расплачиваться в общественном транспорте. В селе Кабардинка отремонтировали Дом культуры, а в Славянске-на-Кубани открыли спортивно-игровую площадку. Муниципалитеты отчитались об исполненных поручениях губернатора, который вне Минкондратев дал в ходе личных приемов граждан. За пополнением этих и других задач следят специалисты Краевого управления контроля. Наши краснодарские коллеги знают все подробности. Таким Домом культуры даже дворцом, как теперь его называют местные, могут похвастаться не в каждой станице или хуторе. Для Кабардинки это настоящее место притяжения жителей. По выходным здесь устраивают концерты, дискотеки, а в будние дни проходят занятия. Всего насчитывается около 30 творческих кружков. В 2017 году в ДК полностью отремонтировали зрительный зал. Осталось навести лоск в кабинетах и репетиционных залах. Ведь учиться искусству дети должны в комфортных условиях. Об этом в июне прошлого года Вениамину Кондратьеву на личном приеме рассказала Галина Камзюк. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне там воспитываются, поднимаются. Ну вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в АИ как бы не очень. Мы хотели попросить вас помочь вот с этим вот делом. Я надеюсь, вас здесь максимально не то, что понимаю. Я сам сельский житель. И реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере даже, когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались. Не было телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе. Были вечерние мероприятия. И сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными. А должны быть уютными, удобными. Должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, я в счастье о ней сейчас больше говорю, они должны приходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. По поручению губернатора, ремонтные работы в ДК начались уже через месяц. На реконструкцию из местного и краевого бюджетов было выделено еще около 4 миллионов рублей. В здании заменили пол, старые двери и окна. Танцевальный зал, в котором дети и вовсе боялись заниматься, теперь воспитанники покидать отказываются. На первом этаже открыли кабинет для занятия вокалом. Место нашлось и для костюмерной. Появилась большая костюмерная. У нас было пустое помещение под крышей в виде кладовки. И теперь у нас там большая костюмерная, где все наши костюмы, реквизит, в полном порядке, отопление. Мы очень рады, потому что у нас чисто, красиво и аккуратно. О выполнении поручения губернатора рапортуют и в Славянске-на-Кубани. Там исполнили давнюю мечту мальчишек и девчонок, проживающих в округе Южном. На территории 16-й школы возвели многофункциональную спортивную площадку. До этого играть в футбол или волейбол детям приходилось на пустыре. Игровую зону возвели по государственной программе Краснодарского края. Развитие физической культуры и спорта. Теперь школьники с удовольствием посещают уроки физкультуры, а в свободное время поддерживают здоровый дух на уличных тренажерах. Да, площадка очень хорошая. Тут очень удобно заниматься. Ворота хорошие. Новое поле сделали и удобно стало играть. Можно приходить не в другие школы, а в наши. И можем рассказать других ребятам, какая у нас крутая площадка. Всего за последние три года в крае открылось 43 подобные площадки. Планируется создание еще десяти, чтобы молодежь могла заниматься спортом в комфортных условиях. А вот в станице Воздвиженское и Курганинского района тоже были обеспокоены вопросами здоровья. Только вот местные жаловались не на отсутствие спортивных площадок. В октябре прошлого года с просьбой построить новый офис врача общей практики главе региона обратилась Мария Аксенова. Вениамину Кондратьеву она рассказала, что в старом здании амбулатории уже невозможно лечить людей. А до ближайшей медицинской помощи 15 километров. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы Тимиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Тогда обратно в станицу Мария вернулась с хорошими новостями. Губернатор пообещал помочь. И уже через три месяца в январе Воздвиженской заработал офис врача общей практики. Сегодня лечение здесь проходит около двух с половиной тысяч человек. Местные радуются. В просторных и оборудованных кабинетах можно сделать прививки, пройти необходимые процедуры и даже записаться на дневной стационар. Елена Коробова здесь пациент частый. Пенсионерка страдает от гипертонии и находится под постоянным наблюдением врачей. Так называемый семейный доктор. Теперь через дорогу от ее дома. Приходится приходить часто. А теперь вообще можно не выходить отсюда. Здесь и дневной стационар, и физкабинеты. Много что можно здесь сделать. Не ездить и пуганиться. На приемы граждан главе региона зачастую приезжают жители отдаленных поселков из станицы. На сущных проблемах Вениамину Кондратьеву кубанцы рассказывают напрямую. Так, жительница Кавказского района Регина Мишина в июне обратилась к губернатору от лица обеспокоенных мамочек. Станица Дмитриевская. Это единственный населенный пункт в муниципалитете, где осталась очередь в детский сад. Женщина просто боится, что для ее ребенка не найдется места. На встрече с главой региона выяснилось, к детскому саду уже возводят пристройку на 60 мест. Средства на его строительство, а это более 30 миллионов рублей, были выделены из краевого и местного бюджетов. Пристройка вместила две группы, одна из которых – ясельная. Кроме того, оборудован новый пищеблок, музыкально-спортивный зал и медицинский кабинет. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в станице Дмитриевской есть места для новых воспитанников. Яна Бузычкина, Кубань, 24. Пожар в центре Сочи оставил без крова 8 человек. Накануне вечером в переулке Рабочий загорелся частный дом. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пламя быстро перекинулось на соседнее строение. В результате пожара пострадала женщина. Восемь жильцов дома были эвакуированы. Им предложили временное размещение в пансионате Нева, но люди отказались и остались на ночью у родственников и знакомых. Добавлю, что в минувший понедельник еще один пожар площадью 200 квадратных метров произошел в Хостинском районе. Несколько жилых домов сгорели в совхозе Приморский по улице Гвоздик. К счастью, обошлось без пострадавших. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 10 апреля в Сочи переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем 16-18 градусов выше нуля. И к другим новостям. К сдаче в эксплуатацию в Сочи готовятся пристройки сразу к двум школам. С наступлением весны работы на строительных площадках активизировались. На каком этапе возведения пристроек 15-й гимназии и школе номер 82 главе города доложил его заместитель по строительству. Это национальные проекты и это будет реализация этих национальных проектов, будет улучшать качество жизни наших жителей. Поэтому я хотел бы узнать, как у нас в городе продолжается эта работа. Ваше задание, ваше поручение сдать к 1 сентября две школы полноценных. Это две пристройки по 400 мест. Это в Дагомысе одна школа, 82-я, и на Макаренко 15-я школа. В настоящий момент работы ведутся, выполнено более 60% работ. Финансирование этих образовательных учреждений осуществляется за счет краевой программы. Порядка 95% средств. Сейчас какие-то проблемы есть? У нас есть проблемы. Для того, чтобы нам ввести, ускориться, нам нужно попытаться организовать авансирование работы. Предварительно мы проговорили уже этот вопрос с департаментом строительства Краснодарского края. Просим вас эту работу, нас поддержать. Мы поддержим обязательно. Авансирование нужно делать. Но самое главное, подрядчики должны знать, что они будут поддержаны, что финансирование будет стопроцентное. Мы организуем выездные проверки на этих школах. Нас там и прокуратура, и милиция постоянно проверяет. Поэтому прошу вас тоже, мы выйдем, посмотрим, и на месте увидите, какое состояние отдела. На состояние дел подрядчики не жалуются с гордостью. Докладывают, что работают на опережение. В пристройке к гимназии номер 15 полным ходом идут отделочные работы. Здесь кладут плитку, монтируют подвесные потолки, занимаются облицовкой стен. Контроль сотрудники мэрии ведут на объекте регулярно. 20 мая выйдут на завершающий этап внутренних отделок. Покраска и с параллельно будут вестись работы по благоустройству. По заключенному муниципальному контракту завершения строительства в ноябрь месяц. По поручению Анатолия Николаевича будем завершать строительство объекта к 1 сентября. Пристройка к 15 гимназии на 400 мест. Здесь будут и столовая, и спортзал. Помимо всего прочего, на территории оборудуют стадион. А это уже пристройка к 82-й школе, поселок Дагомыс. На самом деле эти объекты сложно назвать пристройками. На деле это полноценная школа. Отличие от основного учреждения одно. Здесь будут обучаться младшие школьники. Ну а в целом сдавать в эксплуатацию 2, а то и 3 школы в год для Сочи – это уже норма. К слову, сейчас в городе началось строительство еще одной новой школы на 1100 мест в Амеретинской низменности. А вот буквально в январе 2020 года по поручению главы города начнется строительство еще двух новых школ. Пристройка к 82-й школе, так же как и к 15-й гимназии, вместит 400 учеников. На объекте предусмотрен собственный тепловой пункт – современная система вентиляции. Для строителей это особая гордость. Систему инженерных коммуникаций продумали так, чтобы школа еще долго не требовала ремонта. В первую очередь тренажная система, чтобы не повреждили фундамент. Потом мы все очень внимательно уделяем вентиляционной системе, которая, чтобы тому, что это жизнь детей, чтобы был свежий воздух. То есть инженеры – это сердце строительства. Поэтому сегодняшний день у нас, если вы сами видите, уже 95% инженера, все готово. Мы обережаем больше трех месяцев. Это не то, что наша заслуга, это заслуга администрации города, это заслуга управления капитального строительства. Ну а в рамках протокольной встречи глава города поручил руководителю департамента строительства начать подготовку к реализации проекта по строительству школы в Красной Поляне. Подрядчики должны быть определены уже в этом году. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Совете ветеранов Сочи начался ремонт. Обновить помещение, которое уже давно этого требовало, помогает молодежь курорта. Ремонт коснулся и квартир ветеранов. Об этом сегодня рассказали на заседании Оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Совет ветеранов города уже давно нуждался в ремонте. Коридоры и кабинеты требовали покраски. Помочь решила молодежь – студенты сочинского профтехникума. Они будущие мастера отделочных работ, поэтому выполняют сразу два важных дела. Помогают ветеранам и параллельно практикуются в будущей профессии. Несколько кабинетов студенты уже покрасили. На очереди коридор и холл. Кстати, его планируют украсить по-особенному. Есть идея на входе изобразить граффити, который будет показывать связь поколений. Это ветеран с молодым человеком. Сейчас делается эскиз, и мы надеемся, что в апреле месяце, как раз до конца апреля, оно уже будет встречать всех гостей Совета ветеранов. В Совете ветеранов очень рады такой инициативе молодежи. Говорят, сочинские студенты всегда активно помогают ветеранам. И не только в преддверии больших праздников. Они нам помогали для Совета ветеранов, для тех, кто у нас на учете стоит. Мелкие ремонты ребята там осуществляли. Молодежь должна помогать. Мы это сегодня чувствуем, потому что нас идет взаимно. Мы со своей стороны молодежи передаем свой опыт, навыки, традиции, то, что сегодня необходимо. Закончить ремонт планируют до конца недели. Косметический ремонт коснется и квартир ветеранов, рассказали на заседании Оргкомитета по подготовке ко Дню Победы. А уже на следующей неделе ветераны будут ждать в гости студентов и школьников. Молодежь с предстоящим 9 мая поздравит более 3000 ветеранов войны. У нас 3088 сейчас ветеранов. Из них все наши графы помощи идут по нарастающему. С каждой недели все больше и больше. Так у нас уже сейчас 36 ремонтных работ мы насчитали. У нас нуждается 277 ветеранов в путевках и 152 ветерана уже эти путевки получили. Ветераны в сочинских санаториях отдыхают бесплатно. Там они получают целый комплекс медицинских процедур. Еще для почти 900 ветеранов, тех, кто по состоянию здоровья не может выйти из квартиры, организовали так называемый санаторий на дому. Также на заседании Оргкомитета сообщили, что в Сочи ко Дню Победы запланированы сотни мероприятий. Это спортивные состязания, творческие флешмобы, а также акции по приведению в порядок памятников и обелисков. В Сочи временно изменится режим работы популярного туристического объекта. Специалисты начали подготовку смотровой башни на горе Ахун к старту сезона. В связи с этим туристический объект в среду 10 апреля будет доступен для прогулки только до 14 часов. Смотровая башня – одно из красивейших мест в Сочи, где любят проводить время не только приезжие, но и местные жители. Башня была построена в 1936 году за рекордные сроки. Рабочим понадобился 101 день. Ну а до наших дней башня сохранилась в своем первозданном виде. Для туристов в ней открыт музей. Пляжный сезон не за горами. И в Сочи он обещает стать не менее успешным, чем предыдущие. Однако, независимо от времени года, в Сочи ведется ежемесячный контроль за состоянием морской воды. Сегодня специалисты водоканала вышли в открытое море, чтобы сделать апрельский забор проб. Морская вода в Сочи на контроле. Специалистами ведется постоянный мониторинг. Сегодня для лаборатории водоканала были взяты несколько проб воды. Их берут вблизи глубоководного выпуска. Через него с очистных сооружений в природу возвращается совершенно безопасная вода. Забор проб производится в трех контрольных точках ежемесячно. В каждых местах сброса очистных сооружений. У нас очистные сооружения канализации Кудепст, Абзугу, Красная Поляна, Адлер, Дагомыс. И у каждого, соответственно, и длина труб разная. Если Адлерские очистные сооружения – это определенная своя длина, а Кудепстенские – это 1065 метров. Дагомыс – расстояние разное совершенно. Работа сочинских очистных сооружений не раз становилась предметом проверки различных природоохранных структур. И каждый раз результат подтверждал – качество очистки соответствует мировым стандартам. А это как раз один из критериев оценки городских пляжей. В прошлом году международный знак отличия «Голубой флаг» получили шесть сочинских пляжей. В этом году на курорте ожидается появление 11 таких флагов. В течение недели в Сочи будут звучать патриотические песни. На курорте стартует 22-й открытый фестиваль-конкурс армейской песни «За веру, за отчизну, за любовь». Главная цель фестиваля – популяризация армейской песни и патриотическое воспитание молодежи. Ежегодно в фестивале принимают участие от 300 до 500 военнослужащих различных родов войск и представителей других силовых ведомств. За 22 года существования фестиваля среди его участников были военнослужащие из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Норильска, Мурманска, Владивостока. В этом году в числе участников и представители погранвойск из Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. Естественно, вот этот национальный колорит, который присущ этим нашим коллегам, будет, естественно, обогатеть, безусловно, наш фестиваль. Независимо от предназначения, музыка, она по своим правилам единым колонам существует. Фестиваль пройдет в Зимнем театре. Участники выступят в шести номинациях. Среди них авторы-исполнители, музыкальные ансамбли, духовые оркестры. Традиционно на фестиваль в качестве членов жюри и почетных гостей приезжают преподаватели Института военных дирижеров Военного университета Минобороны, члены Международного союза деятелей эстрадного искусства. В рамках фестиваля, помимо выступлений на сцене Зимнего театра, запланированы выездные концерты участников в воинских частях и здравницах Сочи. В Сочи пройдет отбор в Академию танца Бориса Эйфмана. Это государственное бюджетное учреждение, созданное по инициативе известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. Отбор учащихся на будущий учебный год проходит по всей России. В здании Академии предусмотрен интернат для иногородних. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатное. Отобранные ребята приглашаются в Академию на экзамены. Дети, не подходящие по возрасту, но обладающие хорошими данными, приглашаются на бесплатную стажировку с целью добора в уже существующие классы. Просмотр будет проходить 13 апреля в 11 часов в детской музыкальной школе номер один имени Шмелева. В Сочи проведут отбор перспективных хоккеистов в Молодежную хоккейную лигу. С 5 по 28 июня «Сириус» и Молодежная хоккейная лига проведут образовательную программу «Твой шанс». Она рассчитана на хоккеистов 2002 года рождения, показывающих высокие результаты. Лучшие участники программы получат возможность подписания первого профессионального контракта. Среди критериев отбора участников – достижения во всероссийских и региональных соревнованиях и личная статистика участника за последний сезон. Экспертами проекта выступят представители клубов и ведущих российских вузов. 50 участников программы пройдут технико-тактическую, ледовую и физическую подготовку, получат комплексную оценку уровня подготовленности, проведут тренировочные и выставочные матчи. Заявки на участие в смене принимаются до 5 мая. В Сочи проходит Кубок будущих легенд. Крупнейший детский футбольный турнир проводится на полях последнего поколения спорткомплекса «Русский дом». В соревновании участвуют 96 детских команд из разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Турнир проводится в семи возрастных группах от 2006 до 2012 года рождения. Обязательные гости Кубка – скауты футбольных академий. Это отличная возможность для юного спортсмена показать свое футбольное мастерство и возможность получить приглашение на просмотр в лучшие клубы страны. Тем не менее, ни одна команда не уйдет без призов и подарков. Организаторы постарались составить программу так, чтобы у каждой команды была возможность и время не только выступить на турнире, но и познакомиться с достопримечательностями Сочи. Имена команд, ставших победителями в своих номинациях, станут известны 12 апреля. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Билайн на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах новости Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...